добрый день друзья вот хочу сегодня представить вашему вниманию свою горемычную малину посмотрите девчонки постелили агротекстиль вот он такой 50 сантиметров видите вот так вдоль рядочка они постелили получилось так две полоски одна сторона и вот вторая сторона это вот в этом малиннике что происходит здесь посмотрите вот она дала новую поросль видите рядок вот здесь был рядок свободный для прохода он весь зарос малиной вот у меня сейчас такая дилемма нужно ведь вот видите нужно ее убирать а я пока не рискую ее убрать а вдруг она будет здоровая видите это пораженная этой пурпурный пятник пятнистостью или вот и дидиде 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 демой она видите практически половина пропала все она не восстановилась вот кое-где кое-где листочки появились вот она набирает цвет но это очень и очень малая часть друзья мои посмотрите какой падеж малины вот единственное что это вот молодая поросль я вам рассказывала чем я ее только не обрабатывала в августе я ее обрабатывала и скором и профит голдом и еще каким-то поздней осенью я ее обрабатывала 500 или 500 или 600 грамм мочевины на 10 литров воды но результат вот такой по листу я обрабатывала в общем ристу результат вот такой вот с этой стороны тоже постелили видите вот все это прошлись скобами чтобы не поднималась ну трава будет идти вот от соседей новые соседи купили но работать не хотят ничего делать не хотят и вот сейчас от них трава пойдет к нам у нас конечно и сам у самих травы много но девчонки с этой проблемой борются а в одиночку как понимаете бороться очень и очень трудно вот посмотрите вот я проходила я вам показывала макбором я опрыскивала эту малинку в общем если бы когда кабы если бы эта малина не болела то малины было бы очень много друзья мои потому что она цветет она цветет но но она болеет она болеет и вы сами это видите вот посмотрите какая это зараза это пурпурная пятнистость вот как она губит малину пожалуйста вот такие вот мощные мощные ветки мощные кусты а в результате ничего вот так больше я ее но осенью вот я ее рассказывала чем я ее травила осенним удобрением подкармливала тут очень много перегноя в общем здесь питание хватает и супер фосфат я сюда насыпала питание здесь хватает и вот по этой вот олейки по этому ряду тоже самое постелили видите вот пожалуйста узенькая правда было бы она не 50 сантиметров а хотя бы хотя бы 70 было бы конечно лучше но не было теперь вот эта сторона вот здесь она практически пропадает все вот это вот выходит новое но я полагаю что она тоже будет больная как и там не знаю здесь вот я уже вырезала сухие ветки вот все что осталось вот это вот красота осталось после того как я вырезала ветки так радости конечно мало ну и хочу сказать что скорее всего осенью вот это все счастье надо будет убирать жалко конечно но она уже она уже очень давно мы уже купили сколько лет она еще при старых хозяевах была поэтому уже пришла ее пора так она единственная вот это вот малина уже было такое она может просто сыграть такую штуку представляете она к осени она к осени может настолько стать зеленой настолько мощной настолько высокой хорошей и красивой что просто мы посмотрим на нее и скажем доставайся ты еще на сезон у нас уже так было вот так вот друзья мои горох у меня конечно жиденький вот что я решила сделать пока еще ничего никакие эти ниточки не натягивали я решила старым дедовским способом просто натыкать туда палки это вот старый древний древний способ и вот так вот горох будет плестись вот по этим вот веткам вот так нашла старые палки свои малиновые крепенькие и вот так вот вся грядка будет утыкана вот такими палками и по ним будет плестись горох ну а дальше будет видно вот так тепло сегодня ветерок правда холодные но тепло прошел вчера душа уже уже все практически высохла и надо вечером все поливать вот такая вот красота друзья мои все потихонечку преображается девчонки работают слава богу сегодня вот выходной заканчивается завтра начинается рабочий день все поедут на работу кто куда кто на учебу кто на работу кто куда дорогие мои напишите в комментариях у кого вот такая же проблема с малиной и как вы боретесь этой пурпурной пятнистостью что вы делаете я сколько литературы читала сколько видиков смотрела но выхода решение этой проблемы я нигде не нашла вот как бы прошлой осенью я окрылилась надежды что все-таки мочевина поможет но увы увы мои надежды не оправдались вот что из этого вышло очень жаль мы очень любим малину это ну после клубники после виктории это наверное самый любимый самая любимая ягода но и она очень полезна еще плюс ко всему дорогие мои ставьте лайки подписывайтесь всего вам доброго хорошего дня или хорошего вечера пока пока